Бесплатные экскурсии. Во Всемирный день музея все желающие могли посетить тематические экскурсии в музее Тараса Шевченко. Они были на любой вкус для детей, взрослых и даже меломанов. И еще одна, весьма необычная, в подземный лабиринт. На ней была Инна Сызанина. В музее Тараса Шевченко находится около 100 тысяч экспонатов. Чтобы картины, мебель и книги могли радовать не одно поколение украинцев и гостей страны, необходимы специальные условия хранения. Если влажность ниже 40%, начинается процесс разрушения этого экспоната. А если влажность больше 65%, начинается размножение микроорганизмов. И это тоже проблема для сохранения этого экспоната. Эти специфические условия сегодня в музее помогают создавать новые агрегаты. Они находятся в залах и подвальных помещениях. При этом помогают экономить 50% энергоресурсов. Последняя реконструкция здания длилась почти три года. Но только в этом году систему климат-контроля полностью закончили. И уже через пять лет затраты на ее установку окупятся. Будем экономить до 50% тепла на обогреве помещений в зимний период. За счет вот этой умной системы нашего отопления. То есть мы не берем в нашу систему, мы не впускаем горячую воду из города. То есть вода приходит на индивидуальный тепловой пункт, на теплообменник отдает тепло и уходит назад. С теплообменника наша внутренняя замкнутая система уже забирает температуру в воду и разгоняет ее по внутренней системе отопления, которое обеспечено фанкойлами. Желающих увидеть музейное хозяйство оказалось немало. Многие были поражены новыми системами не менее, чем произведениями искусства, расположенными на верхних этажах. Мы в этих помещениях вообще первый раз. На открытии музея мы были в Шевченко и ходили по этим залам, смотрели. Но тогда не было этой системы. И где-то был воздух наиболее холодный, где-то было теплее. То есть музейные работники видно было, что они мерзли зимой. А сейчас, если говорят, что эта система работает, и мы сейчас ощущаем, что вроде бы жарко на улице, температура высокая. А здесь кондиционеры работают на охлаждение воздуха. Музей Шевченко – один из немногих государственных, которые имеют такую климат-систему. Но к такому эталону придут все объекты, где хранится мировое и украинское наследие, уверены работники музея. Инесса Занин, Владислав Посудевский, ЮЭй ТВ.